Всем добрый день! Сегодня 16 февраля 2024 года, пятница, город Харьков, на улице минус 3. У нас на улице пасмурно, без осадков, но с холодным ветром. Сегодня встала в 6 часов 45 минут, зайдет солнышко в 16 часов 54 минуты. Долгота дня сегодня 10 часов 9 минут. Вот и пришли к нам морозы. Правда, не минус 10, как обещали нам синоптики, всего лишь минус 3. Такая вот будет погода в течение ближайшей недели. Ну а сегодня температура воздуха днем будет повышаться до нуля. К ночи вновь похолодает до минус 3. Будет без осадков в течение дня. Ветер 3-5 метров в секунду, влажность 55%. Всем доброе утро! Сегодня я решила, насколько можно раньше снять видео и выложить. Ну, погоду вы нашу видели. У нас похолодало, правда, не так кардинально, как нам обещали. Но, тем не менее, холодно, ветер все портит. Ну и, конечно, без снега это, конечно, тоже не очень классно. Потому что мороз на голую землю это плохо. Но будем надеяться, что все стабилизируется. Хотя мороз будет держаться в пределах минус 3-4 в течение вот этой недели. Будет повышаться, будет понижаться температура. Но экстремальных морозов нам пока не обещают. Но там не знаю. Сегодня я собираюсь ехать в центр наших поселков. Потому что есть такие позиции в продуктах питания, которые мне необходимо купить. В наших магазинах, вот ближайших, я это купить не могу. Здесь очень дорого, на порядок дороже. Например, чай. Мы привыкли пить чай в пакетиках. Ну, правда, я мужу покупаю и рассыпной, так называемый чай. Но здесь в посаде аварис еще дороже. Очень дорого. И разница между пачками за одно количество пакетиков, ну, где-то гривен 13-15 на каждой пачке. Я думаю, что если так, ну, допустим, взять 5-6, а может и 10 пачек, то разница будет весьма существенная. Поэтому я сегодня поеду, так скажем, на разведку. Потому что я там давно не была. То болела, то еще что-то такое. Это какие-то неотложные дела дома. Но надо. Надо. Заодно еще что-то куплю из мясного. Потому что сало это, конечно, здорово. Но что-то надо, может быть, куриную грудку, может, еще что-то такое. Зайду, посмотрю везде, что можно еще купить. Ну, посмотрю подешевле позиции, может, по акциям, может, что. И потом вернусь обратно домой. Буду тоже что-то готовить. Вчера я, кстати, впервые выложила видео с готовкой, ну, так как я вот готовлю дома. Знаете, как-то все не доходили. У меня руки до этого вечно, вот быстро все, быстро, быстро, быстро. А вчера я уже себя заставила. Думаю, нет, надо выложить. И, ну, не знаю, не буду обещать. Но, насколько получается и насколько будет у меня возможность, я буду выкладывать то, как я готовлю. Готовлю я по-простому. Нет никаких там крутых каких-то продуктов. Знаете, как вот показывают часто на некоторых каналах, прям такие, прям экзотические. Ну, во-первых, экзотических фруктов мне и продуктов, так скажем, и нельзя с моей аллергией. Ну, а во-вторых, это все деньги, поэтому готовим из всего простого. Я думаю, все вот мои подписчики, все меня поддержат, что не у всех есть возможность. Поэтому готовим из того, что есть. Утром я, наконец-то, добила комментарии. Правда, я добиваю, добиваю, вот отвечаю, захожу к людям. Опять вновь новые, 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 новые комментарии. Но сегодня утром я встала, насколько можно раньше. Все ответила, чтобы в творческой студии было абсолютно пусто. Потому что там тоже нужно убирать. Это как, ну, я не знаю, я понимаю, что не всегда успеваешь. Но все равно надо к этому стремиться. Поэтому вот сегодня убрала все, насколько это возможно было. Понятно, что комментарии в любом случае будут. Но за этим надо следить и постепенно отвечать на них. Дочки, обучение продолжается. Там не без приколов, но не буду я рассказывать. Это надо собирать отдельное видео. Тоже учителя не по-детски чудят, честно. И, кстати, они не понимают нас, сколько их просишь. Ладно. Бог с ними, с теми учителями. Дай Бог нам как-то доплестись до весенних каникул. И тогда мы немножко отдохнем. Хотя бы недельку. Неделька это отдых. Также нажарила рыбки Хека. Купили мы в магазине Посад. Две таких тушки. Пожарила я не все, оставила еще на потом. Все, что влезло на одну сковородочку. Рыбка очень вкусная. Нам очень нравится. Я отвечу на один комментарий, как мне человек написал. Он меня постоянно смотрит. Или она, как я понимаю. У меня был вопрос, почему я не крашу ногти и где мой маникюр. Но для тех, кто не знает, я аллергик. И мне такие вещи, ну, так под большим, не то что запретом, а под большим вопросом. И поэтому то, что у меня не накрашены ногти, это лично, во-первых, мое дело. Во-вторых, так скажем, ну, для меня это может вылиться в очень большую неприятность. Поэтому я буду поступать так, как мне удобно. И указывать мне, что мне делать и как мне быть не надо. Дорогие мои, я все вам рассказала. Ну, что могла, показала. Сегодня у меня, ну, наверное, достаточно большой и тяжелый день будет. Я не знаю, пока я съезжу, пока я приеду, пока все это обработаю, разложу. Это надо все делать сразу, ничего не оставлять. Потом надо еще немного отдохнуть. Вот, ну, и так далее. Поэтому всем сегодня хорошего солнечного дня, потому что солнышка нам именно не хватает. Из-за этого не очень классное настроение. По себе сужу. Поэтому будем ждать солнышка. Я надеюсь, оно к нам придет. Ну, и сегодня, конечно, позитива. Нам всем в настроении, в дне. Мира нам всем. Добра и всего хорошего. Ну, и всем пока. До завтра.